Я понимаю, что сейчас многие, только прочитав название этого видео, испытывают примерно вот такие чувства У меня кажется жопа горит И уже успели настрочить тысячу гневных комментариев Но погодите, сейчас объясню, что здесь вообще происходит Мне категорически не нравится данный сериал Но тем не менее, я не считаю его плохим, если его рассматривать как художественное произведение Поэтому данное видео будет разбито на две части Первую я постараюсь сделать максимально объективной, отбросив большую часть своих личных предпочтений А во второй я выскажу свое субъективное мнение, где объясню, почему я отнес этот сериал к рубрике «Обзор на плохое» Итак, сериал «Бригада» Видео создано при поддержке сайта Е-каталог Е-каталог это крупнейший прайс-агрегатор на просторах России и Украины На Е-каталоге есть все, что только вы пожелаете, от смартфонов до велосипедов Непосредственно на сайте можно подобрать самую выгодную цену, которую предлагают вам разные магазины Есть возможность сравнить несколько товаров между собой, а также отсортировать их по цене, цветам и другим характеристикам А также ознакомиться с отзывами покупателей и видео обзорами Не хотите переплачивать лишние деньги за товар? Е-каталог всегда готов прийти к вам на помощь Ссылка на сайт есть в описании Полагаю, что многие из тех, кто сейчас смотрит данный ролик Видели, ну или хотя бы слышали когда-то о таких фильмах, как «Однажды в Америке», «Лицо со шрамом», ну и «Крестный отец» Так вот, некто Алексей Сидоров тоже о них слышал И не только слышал, но и точно смотрел И однажды решил снять свой сериал со схожей историей Что важно, это как раз один из примеров, когда человек не делает копирку с Запада А вдохновившись другим произведением, создает что-то свое До этого Алексей Сидоров работал в качестве сценариста над сериалом под названием «Рыцарский роман» А «Бригада», по сути, стала его режиссерским дебютом И самым успешным, по крайней мере на данный момент, проектом в его карьере Что, в принципе, весьма заслуженно Сериал действительно успешный и по многим критериям хороший Предлагаю пройтись по основным плюсам Первый и самый очевидный, с которым, думаю, никто спорить не будет Это актерский состав Как правило, я расставляю актеров от лучших к худшим Но в этом случае это сделать весьма сложно Потому что практически все актеры здесь на одном довольно высоком уровне справились со своей работой Тем не менее, я все же попытаюсь это сделать Актеры Александр Белов, он же Саша Белый В исполнении Сергея Безрукова Талантливый актер, который приобрел широкую известность И которому толчок в его карьере дал тоже именно сериал «Бригада» Короче, я такой, каков я есть И чем скорее ты это поймешь, тем лучше для нас обоих Все базар окончен Со своей работой в сериале он справился просто отлично В пример хочу привести вот эту сцену Потасовка выглядит максимально реалистично И не похожа на современные вот эти тенденции Когда драки больше похожи на балет Здесь, конечно, стоит отдать должное тем, кто занимался постановкой Но, что самое главное В этой сцене актеры практически в полную силу по-настоящему друг друга колотили Второе Контраст между добрым парнем в начале И суровым авторитетом ближе к концу тоже читается хорошо Отчетливо видно, как лирический герой Безрукова изменился Оперуполномоченный Каверин В исполнении Андрея Панина Здесь, по-моему, вообще слова излишние Это был актер с большой буквы Видно, что человек полностью и всегда отдавался своей работе Это касается не только бригады А вообще любого проекта, в котором он участвовал Даже в откровенно дерьмовом он везде по-настоящему играл Ты же меня лишил любимой работы, ты понимаешь? Я теперь вынужден общаться с отребием, которое я ненавижу Поэтому мне искренне жаль, что он частично законсервировался в одном образе И в большинстве проектов, в которых он участвовал Подчеркиваю, в большинстве, не во всех Ему предлагали роль либо мента, либо бандита И я искренне рад, что мне однажды довелось увидеть его на сцене театра В театре его, к счастью, приглашали на более интересные роли Пчела в исполнении Павла Майкова Тоже тот случай, когда актер очень четко попал в образ И именно поэтому персонаж и приходит на ум Одним из первых, когда речь заходит о сериале «Бригада» Это те, кого я хотел бы выделить Остальные Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Ян Цапник и другие тоже сыграли замечательно Просто на фоне вышеперечисленных они слегка теряются Реализация Это тоже один из очевидных и явных плюсов этого сериала «Бригада» вышла на голубые экраны в 2002 году Сейчас сериал не вызывает никакого вау-эффекта Но тем не менее, он все равно более чем смотрибелен И как бы это не было удивительно, обгоняет некоторые сериалы, которые выпускаются на данный момент Возьмите, к примеру, сериал «Пес» и сравните его с «Бригадой» Складывается полное ощущение того, что именно сериал «Пес» снимали в начале нулевых А «Бригаду» в 2015 году Это же, блин, настоящая магия кино А все потому, что, во-первых, авторы вкладывали, что называется, душу в свой проект Они снимали его спустя рукава, лишь бы было и лишь бы смотрели Еще, конечно, стоит сделать акцент на том, что большая часть спецэффектов в сериале делались с кнопки То есть практически все, что вы видите на экране, это пиротехника, а не компьютерная графика Которая после того, как массово пришла в кино и большинство стали ее задействовать Ввиду того, что так банально дешевле С одной стороны, вывело кинопроизводство на какой-то совершенно новый уровень Но в то же время убило сердце в кино, заменив его на пластмассовый насос Естественно, это актуально далеко не для всех картин Но в случае с бригадой, ввиду того, что здесь задействована именно пиротехника Это добавляет аутентичности И все происходящее выглядит живо Ну и, конечно, стоит отметить саундтреки, которые великолепно сочетаются с происходящим на экране Субтитры делал DimaTorzok Еще стоит отметить, что все это снимали не на цифру, а на пленку Вот так давно это было Ну и, конечно, у создателей были огромные на то время бюджеты Стоимость в зависимости от серии плавала, но в среднем бюджет каждого эпизода составлял 150 тысяч долларов Бригада и по нынешние дни остается одним из самых дорогих российских сериалов Конечно, это не особо впечатляет на фоне американских цифр Где, например, только на пилот в 2004 году могли потратить более 10 миллионов долларов Это я говорю о сериале Lost Но это другие масштабы и совершенно другие реалии рынка Для российского ТВ даже сейчас 150 тысяч долларов на эпизод это большой бюджет Нет, деньги-то, конечно, есть Некоторые каналы, я более чем уверен, могут выделять и по миллиону, и по полтора миллиона, и по три миллиона на серию Просто они этого не делают А, вернее, не хотят делать Лучше за эти деньги снять 50 разных низкопробных говносериалов по 100 серий каждой Или тысячу выпусков какого-нибудь говно-ток-шоу И нехило на этом заработать Поэтому, повторюсь, в плане продакшена сериал тогда взял очень высокую планку Сюжет Первая серия начинается вот с такого пролога Другой нема, Ярик, хуяре, блядь Какие ебанки нас боятся, блядь, вообще Пизда, бачок, блядь, бачок потик, нахуй Ярик, велась, нахуй, блядь, велась, нахуй Текай, нахуй Я ебу там уебала, нахуй История разбита на части и на определенные этапы жизни героев Ну а берет она свое начало в 1989 году И этому этапу отведено аж 4 серии Это, на мой взгляд, слегка перебор Но об этом позднее Вначале мы встречаем простого, веселого и добродушного парнишку Александра Белова Который служит в армии И как раз сейчас к нему приходит новость Которую больше всех ждет любой солдат на службе Деньги Рядовой джурай Отдельных категорий военнослужащих Вернувшись на гражданку У Саши горели глаза Он искренне хотел поступить в институт Получить образование и так далее На гражданке его с распростертыми объятиями Встречают друзья Космос, Пчелкин и Филатов Друзья, с которыми он знаком с детства Космос и Пчелкин уже мутили какой-то незаконный бизнес Ну, то есть промышляли мелким рэкетом А Фил активно занимался спортом и хотел связать с ним жизнь Выйти в профессионалы И вот тут у меня возникает небольшой вопрос С остальными ясно Но как Космос-то затесался в эту компанию? И тем более, с чего он вдруг решил пойти по воровскому, так скажем, пути? Если у него отец был весьма обеспеченным человеком Космос, по сути, мажор Просто с жиру бесился или что? С этим персонажем весьма странная ситуация Белов категорически отказался участвовать в разного рода незаконных предприятиях Но, как известно, все проблемы в этом мире из-за женщин Так произошло и здесь Белова не дождалась из армии его возлюбленная Связавшись с местным мелким криминальным авторитетом по кличке Муха По сути, вот это и спровоцировало всю историю целиком Если бы она его дождалась, ничего бы не было Спустя череду разного рода событий Муху на поединке, где в боях без правил участвовал Фил, убили А старший лейтенант милиции Каверин Уже записавший Белова в свои враги Решает свалить вину за убийство своего двоюродного брата Именно на него В этом и заключается основная завязка сериала По сути, она неплохая и в какой-то мере интересная Но на мой личный взгляд, ее можно было объединить в три серии А не растягивать на четыре Из-за этого период лета восемьдесят девятого Получился, опять же, на мой взгляд, слегка скучноватым В начале четвертой серии Друзья клянутся оставаться всю жизнь друзьями Быть верными друг другу и не предавать Клянусь 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 После чего нас переносят в весну девяносто первого С чего и начинаются основные события сериала А Александр Белов предстает в образе Саши Белого Ему совместно с друзьями предстоит пройти путь от мелкой шайки бандитов До одной из самых влиятельных банд-группировок Вдаваться в подробности я не буду Во-первых, потому что большинство видели этот сериал А во-вторых, возможно, те, кто не видел, захотят ознакомиться И им лишние спойлеры ни к чему Хотя парочка все же дальше будет, поэтому будьте осторожными Тем более, повторюсь, сериал действительно неплохой Многие его называют одним из лучших сериалов российского производства С этим я тоже не согласен, есть куда более достойные, но не суть На самом деле создатели заложили в него даже правильный посыл К чему в итоге приведет такая красивая в кавычках жизнь На примере Фила Космоса и Пчелы мы видим это в конце 14 серии А сам же Саша Белый к концу сериала осознает, что выбранный им путь был неправильным И что все это того не стоило Но почему же сюжет я сдвинул ближе к концу? А все потому, что именно на нем мы и перейдем к, так скажем, необъективной части Где все сведется исключительно к моему сугубо личному мнению Поэтому все, кто не умеет слушать другую точку зрения И воспринимает негативное мнение о своем любимом сериале или фильме как личное оскорбление Во-первых, что блин с вами не так? И во-вторых, на этом могут закончить просмотр данного видео Ну а мы переходим к субъективной части И на всякий случай я еще раз подчеркну Я не претендую на единственно верную точку зрения Я могу и ошибаться Поэтому если вы посмотрите и у вас будет другая позиция Вы без проблем сможете высказать ее в комментариях И если они будут адекватными, я обязательно их прочту Начнем с того, что в сериале полностью отсутствуют положительные герои Я имею ввиду ключевых персонажей Отбросив жен, матерей и прочих В принципе, в этом тоже ничего плохого нет Подонкам и ублюдкам противопоставляют еще большего подонка и ублюдка Но создатели не намеренно или целенаправленно не показали бандитов как бандитов А преподнесли их как ребят, которым, ну, тяжело в жизни пришлось И в целом это не их вина Они хорошие, добрые Не они такие, жизнь такая Создатели практически заставляют зрителя им сопереживать Отодвигая основную мысль на второй план И именно поэтому сериал Бригада стал самым ярким примером Самой настоящей пропаганды дебильной блатной романтики Воровской жизни и прочего дерьма Причем, если говорить откровенно Все эти мрази, которые живут по понятиям и прочей херне Для неодаренных умом деградантов Все как один настоящие лицемеры Потому что если разобраться глубже Каждая из них, не важно, мелкий это бандит Или главарь влиятельной бандитской группировки Не имеет никаких ценностей Даже тех, которые они сами себе выдумали Они им никогда не следуют Единственное, что их интересует, это деньги Они готовы на все ради цветных бумажек Посмотрите истории самых влиятельных группировок из 90-х Они практически все как один, даже внутри банд Перегрызлись между собой из-за денег Даже девушки с пониженной социальной ответственностью Себя так не ведут Подобные отморозки готовы продать семью, дружбу, все за деньги И вот этого почему-то сериал Бригада не демонстрирует Здесь такая история из разряда My Little Pony Все такие хорошенькие, добренькие, такие друзья навек Хотя, будь это реальная история А как заявляют, сериал частично основан на реальных событиях Они бы перегрызли друг другу глотки Когда на горизонте замаячили бы серьезные деньги И вот этого сериалу, на мой взгляд, очень не хватает Во-первых, это сделало бы его интереснее Потому что когда я впервые смотрел данный сериал уже в сознательном возрасте Он мне показался местами весьма скучным В нем нет какой-то интересной интриги Все сюжетные перипетии довольно банальные Он все равно неплохой, но в нем нет какой-то своей такой прям вот изюминки Зато в роли настоящих антагонистов и сволочей Здесь предстают милиционеры Ну ты запомни, что ты бандит, а я офицер Ты приезжаешь ко мне и начинаешь здесь права качать Ты думаешь, никто не может поставить вас на место? Да я вас волков давил! Давлю и давить буду! То есть создатели все изворачивают наизнанку Ну и что, скажите вы, это же художественное кино Как хотят, так и делают Да, только вот вспомните, а в каком году сериал вышел на экраны? Вот подобная демонстрация была, ну, не совсем уместной А если вы считаете, что кино не влияет на людей Расскажите об этом американцам Которые давным-давно используют художественное кино Как элемент пропаганды Причем весьма успешно Также я предвкушаю аргумент, что ты можешь знать о том времени Всем было тяжело Да, вы правы, всем было действительно тяжело Только вот как и в случае с голодным годом Когда вообще нечего есть Одни становятся каннибалами и жрут людей А другие делятся последним куском хлеба с домашними животными При этом все находятся в равных условиях И оправдание, как и жопа, есть у каждого Ну, сейчас уже 18-й год Какая разница, что было почти 20 лет назад? Ты до сих пор ощущаешь на себе эхо тех лет Когда вся эта вылезшая наружу мразь В прямом смысле разграбила страну Например, они захватывали градообразующие предприятия И ладно бы их целью было просто захватить и контролировать Эти люди абсолютно ни на что, кроме грабежей, не способны Поэтому зачастую захваченные заводы попросту закрывались А оборудование резалось на металл Выбрасывая при этом на улицы сотни, а иногда и тысячи простых работяг А сказать им было нечего, как и противопоставить Потому что они все на те же украденные деньги купили всех А кого не купили, попросту убили И это касается не только промышленности Чего только стоит так называемый объект номер 221 Который имел стратегическое значение И в которое было влито просто колоссальное количество средств Советским Союзом К распаду он был практически завершен А в 90-х, если ссылаться на данные из открытых источников Перешел в руки одному из бизнесменов тех лет И его просто разграбили и порезали на металл На данный момент восстановлению он не подлежит А металла там было такое количество Что новый владелец, вероятнее всего, сходу стал долларовым миллионером Можете сами поискать информацию Ну а что же сейчас, скажете вы? Уже другое время Я вот посмотрел бригаду и не стал бандитом Вот это чудо Да и посыл ее я понял Думаю, все знают людей, которых принято называть гопотой Это те самые еще не засохшие плевки из 90-х Когда это не кино, это уже не выглядит так весело, не так ли? Такие люди есть везде, в каждом городе А теперь я вам предлагаю поинтересоваться у таких людей Смотрели ли они бригаду? И самое главное, как они ее поняли? Не так ли, что пробитым дебилам, не способным ни на что Нужно брать в руки оружие И идти трясти бабло с тех, кто слабее? Понятно, что все это складывается из большого количества факторов Не бывает так, что кто-то посмотрел сериал и пошел убивать Сериал или фильм может лишь подстегнуть То, что и так в таких людях сидит А когда на дворе начало нулевых И подобные сериалы провоцируют таких людей Это не очень хорошо, не так ли? И самое страшное Что этот сериал пошел в народ Безруков, скажи первую его роль, которая приходит на ум Что ответит большинство? Саша Белый Поэтому я считаю, что подходить к таким темам нужно очень аккуратно И демонстрировать все в правильном русле Я уже приводил в пример сериал Дальнобойщики Там тоже были и бандиты, и террористы, и сектанты И чего там только не было Но кем большинство детей и подростков после просмотра захотели стать? Водителями КамАЗа и отправиться в рейс И если вы сейчас скажете, что это не так, вы соврете Сложно себе представить, сколько подростков, посмотрев сериал Бригада Захотели быть похожими на главных героев Кто-то, конечно, чуть позже понял, что это было неправильно Ну а кто-то отправился убивать и грабить Хорошо, ну а зарубежное кино? Получается, что оно тоже плохое И тоже как-то там влияет? Нет, потому что это чуждая культура Они смотрятся, как некие комиксы и фантастика для жителей нашей страны Очень сложно себя ассоциировать с каким-нибудь итальянским мафиози Хотя, если вы считаете, что итальянская мафия Это тоже очень романтично и весело Чуть-чуть углубитесь в ее историю Не по художественным фильмам Например, обычным людям было попросту запрещено В прямом смысле смотреть на представителей определенных кланов А если вы позволили себе такую дерзость Вас легко могли убить Есть огромное количество криминального российского кино Которое подано в другом русле Но это никак не помешало стать ему хорошим А некоторым и культовым К примеру, фильм «Брат» или «Жмурки» О которых я уже как-то говорил В правом верхнем углу сейчас появится ссылка на этот ролик Но есть и другой сериал, который тоже стал культовым Но сюжет там развивается совершенно по-другому И бандиты там представлены тоже совершенно по-другому Но с ним совсем другая история Обзор будет чуть позже Ну а что можно сказать в целом о сериале «Бригада» Он, как художественное произведение, неплохой А вернее даже хорошей В котором лично мне не хватило вышеупомянутых деталей И который, к сожалению, оказал очень пагубное влияние На определенные слои населения Потому что создатели, видимо, просто не осознавали К чему может привести подобная подача материала И еще раз повторюсь Многие считают сериал «Бригада» лучшим российским сериалом Хотя если глянуть глубже, то его успех обусловлен датой выхода Он просто попал в конъюнктуру Да, он хороший, даже выше среднего Но никак не лучший Даже если брать с 2000 по 2010 года И если честно, мне искренне жаль Что именно вот такие сериалы становятся, что называется, народными Пускай они и хорошие Но хотелось бы, чтобы, как говорится, в народ Уходили другие образы А не какие-то отмороженные бандиты Ну а если вам понравилось это видео Можете поставить лайк и подписаться на мой канал, на группу ВКонтакте Если еще этого не сделали И посмотреть один из предыдущих обзоров Субтитры сделал DimaTorzok